Зачем в Харькову, блин, какое звуко-режиссер? Добрый вечер. Вау, вау, ва. Добрый вечер. Микрофон хороший, он так ловит? Да нет, он так нифига не ловит. Итак, еще раз, добрый вечер. До концерта группы Green Green осталось минут, по-моему, 20-15. Надеюсь, меньше. 10-5. Надеюсь, меньше. Привет, так случилось, что я ближе всего к микрофону. Да, вот это Мурик. Мурик, иди сюда. Я здесь буду сидеть. Привет, это Мурик. Да. Вот, вот. Держи, держи микрофон. Это джедай джемик, с Оллэн де хаус. Осторожно, руками оператора не сбей нашего, пожалуйста. Окей, я буду беречь вашего оператора, как свои любимые кеды. Это очень дорогая для меня вещь. Это реликвия подарок бабушки. Нет, это не ликвия, я купил их, в общем-то, в городе Лунда, не очень их люблю. Они очень клевые, покажи. Они очень, они действительно дороги тем, что я их люблю. Любая вещь, любая вещь. Ну, в общем-то, сам ты можешь осознать, что это такое. Не важно. Мы в Харькове, привет в Харьковом. Давай познакомимся. Познакомься, говори. Стань пустик. Давайте, чтобы не было лажек. На хер вытяните микрофон. Вот, вот это нормально. Бросим, бросим. Да, действительно, бросим. Нет, ради пантов. Мы достаточно громко говорим. Да нет, ладно, давай бросим. И все, нормальная пустика. Все, поехали, работаем. Коля, представляю сначала. Говори о том, что привет, мы там. Давай сначала. Добрый вечер, Харьков. Пять минут до начала концерта группы Грингрей. И вот эти замечательные ребята сидят здесь на столе, за столом, под столом никого нету. В общем, сейчас они представятся. Представьтесь, ребят, пожалуйста. Ново-молодежно-новоевропейский Грингрей. Привет, Харьков. МС Мурик, Дизель Гитар Чек и Джедай Джемикс. Уол, в общем-то, можно сказать, in the house. Кто сегодня из вас будет на сцене, ребята? Все те, кто будет на сцене, сидят здесь за столом. А если сейчас оператор отойдет чуть дальше, то мы увидим, какой здесь прикол. Здесь даже люстры в форме звезд. Как мне это нравится. Я боюсь, что они не уйдут отсюда и все время концерта проведут здесь, под этими люстрами в форме звезд. Да, даже тогда, когда мы вообще уйдем отсюда, и прекратим орать. Хотя мне нравится кричать, это значит выражать свои эмоции. Ну что, Харьков, привет. Привет, это первый город, с которого мы начинаем большую экспансию. Прошу не путать с Рэйв-экспансией. Большую экспансию новой молодежи, новой Европы. Green Grey Petsy Music. Мэри Джей и ее сладкий плен. Окей. Ребят, один вопрос группе Green Grey. Вы в движении зеленых какое-нибудь участие принимаете посильное вам? Посильное, в общем-то, принятие, я бы сказал, участие любым человеком в зеленом движении. Это понимать, что ты дышишь воздухом, который должен быть чистым, пьешь воду, которая тоже должна быть, в общем-то, чистой. А соответственно, для того, чтобы это было, главное, что у тебя в мозгах, чтобы твои помыслы и желания были тоже чистыми. А что мы делали? Немного. У нас есть просто песни, которые, в общем-то, говорят о том, что спасите планету Земля. И на счету одна акция возле французского посольства, когда мы без документов оказались на территории Франции, которого, в общем-то, любая. Ну, в общем, и передали письмо нынешнему или тогдашнему президенту, которому сказали, что хватит ядерных испытаний. Ну, Мурик достаточно скромный, малый. В данном случае, я хочу сказать... Палки, наш барабанчик, к сожалению, не приехал. Ну, на самом деле, мы пришли во французское посольство и сказали, в чем дело, непонятно. Что происходит, пацаны? И вот... На чисто французском языке, пацаны, что такое? Ну, что-то в этом роде. Ну, это пантомима. Для того, что к пантомиме мы, в общем-то, не занимаемся... А как охрана французского посольства к этому отнеслась? Наши фэны, они... Дело в том, что сделали такую своеобразную... Заломали их. Да, заломали, и мы оказались без документов на территории французского посольства. Да, и все, в общем-то, поняли, что нормальные, интеллигентные ребята. Да. И если вы помните, то взрывов больше не было. В общем, я думаю, что мы как-то сыграли свою роль. То есть вы спасли? Нет, ну, мы все-таки сыграли маленькую роль в большой какой-то глобальной идее против ядерных вооружений и прочего вот этого дерьма. Слушайте, просто замечательные ребята, но они немножко остают от жизни, потому что группа Крематорий, она уже успела спасти китов. Нет, ну Крематорий... Мы их в России спасали. Нет, что вы, они спасали китов в Бразилии. О, молодцы. А мы сажали деревья в предместях Киева. Собственно говоря, то, что я сейчас скажу, можно заменить звуком бип. Мне насрать на Крематорий, потому что мне не нравится их назвать. Еще раз, насрать с выражением. На Крематорий, потому что мне не нравится там музыка. Дай бог им в руки большой русский флаг. У нас же в руках украинский флаг, чем мы горды. К сожалению, позы сейчас... Ребята, а почему тогда не на украинском, а на русском языке разговариваете, если вы... А это язык межнационального общения. Нас поймет и латыш, и белорус, и наши гости. Ну, тем более, знаем, что Харьков как раз это тот город, в которых нет предрассудков в языке. А если я начну общаться с украинской мовой, то, по-речи, меня, может, мало кто изразумеет в Харькове. Нет, то я изразумею, потому что, если мы за большой, она была хорошая. А я хоть и ради просто гли свою руку допомогу, а вы не осохли. Так у нас все началось. Не в том деле. Про кеды. Если можно подробнее про кеды. Эти замечательные ботинки, я надеюсь, мы один из них сегодня разыграем программу. Нет, не разыграйте его. Что? При всем, при том, что я всех люблю, свои кеды я не отдам никому. Ну, хотя бы шнурки, елки по... Я жадный, я жадный. Я таких толстых шнурков, заметьте, таких широких шнурков я не видел никогда в жизни. Знаешь, ну, раз говорят, и лыка не вяжут, но я думаю, что еще живы, на самом деле, народные промыслы. Это как часть вообще того мира, который нужно охранять как экологическая чистота. Так что, ну, есть наверняка бабушки, которые знают, как это сделать. Хотя это полимеры. Жалко, что это все-таки не сделано из натуральных материалов. Но, собственно говоря, полимеры, это, в общем-то, то, что может избавить от того, чтобы убивали животных. И носите, если мех, то только искусственный. У нас есть реальная возможность обратиться к фанатам группы Green Grey и попросить их связать. Участникам группы Green Grey сплести такие натуральные, из натуральных ниток сплести натуральные шнурки. Мы вам будем благодарны и носить. Дело в том, что если у вас здесь есть харьковские группы, то если можно отдать вот эту идею харьковским группам, потому что наверняка им одеть нечего. А у нас есть в Киеве свои фэны, которые нас одевают и плетут нам, в общем, вот эту всякую фигню. А если говорить серьезно, хотя передача, я так понимаю, не совсем серьезная, то мы очень сильно любим город Харьков и харьковчан. Надеемся на то, что здесь действительно много молодежи, что она не спит, а что все-таки какое-то движение происходит. И свидетельством тому сегодня я вижу здесь просто уникальнейшую тусовку. Сначала я думал, куда бы в какие клубы проехать, сразу мы там начали рассчитывать. Там есть знакомые Вася, Петя, Сережа. Нет, здесь самое лучшее. И харьков тому подтверждение. Спасибо вам, ребят. Нет, вы что, к Васе не поедете, что ли? Нет, к Васе не поедете. Нет, нет, ну Вася, Вася, пускай сегодня все-таки отдохнет. Может быть, Петя, ну Петя. Окей, ребят, еще один вопрос. Кто работает над вашим имиджем? Утенок Гам. Кис-кисы. Это супруга молодого человека, который сидит на столе. Его же зовут Мурик, а ее же зовут Утенок Гам. Моя любимая уточка. Слушайте, и вообще прокатывает вот это вот все? Прокатывает в каком? Я бы даже сказал, канает. В смысле, хиляет? Ну да, типа такого, вот эти вот рваные брюки, типа от секонд-хенда. Нет, что, дуравно, у меня очень дорогие брюки, просто они достаточно древние, и этим, в общем, кайф. Скажи, у тебя передачи о музыке или о моде? Вот, вот, джедай джемикс. А вот эти дырочки сделала его стиральная машина. Корейская. Это гениально. Если у вас качество телевизора позволит, то, наверное, те, кто увидят этот красный цвет моих носков, те приколятся. Ну, правда, я не знаю, как у вас тут в Харькове с изображением. Окей, ребят. С форматом. И буквально по два слова каждого. Цель жизни. Раз. Ура! Понятно. Два. Любовь. Три. Спасибо. Итак, это цель жизни участников группы Green Grey. И буквально через две с половиной минуты мы сможем увидеть их на сцене, услышать их музыку, и, конечно, порадоваться за них, потому что они такие веселые ребята. Все, ребят, давайте менять и быстрее, давайте девчонок. Давайте девчонок сюда. Спасибо.